и всем привет с вами снова я луиджер и сегодня мы посмотрим на такой набор по лего майнкрафт данжес как битва за красную пыль тут у нас в наборе есть два монстра из красных пыли большой и маленькая версия того же монстра они полностью подвижны то есть у них могут руки двигаться голова двигается ноги а также торс в общем может а еще рот ему открывается только у этого 2 поменьше у него уже не все подвижно рта у него нет но тоже подвижна голова ноги и руки переходим к человечкам а именно героем если смотреть по майнкрафт данжес их тут четыре два мальчика и две девочки вот у нас первый персонаж его судя по названию зовут нэкс там было написано на вот ну в целом мини фигурка прикольная то есть есть светящие есть блестящие элементы железные впрочем хорошая фигурка дальше идет девочка какой зовут я не помню у нее уже светящихся железных элементов нет но торс разрисован тоже красиво ну тоже впрочем хорошая мини фигурка дальше снова идет девочка вот у нее уже есть светящийся элемент вот здесь и а на спине уже до на спине уже не светящийся элемент ну что сказать об этой мини фигурки довольно хорошая куртка можно использовать ее не только лего майнкрафт данжес и последний персонаж это вот такой вот боец него спереди на торсе есть золотые отблески сзади у него не очень красиво разрисован торс но так целом такой хороший ноги конечно у них у всех без принтов но а так вообще нормальные мини фигурки также тут идет бонус на свинья с сундуком с изумрудами там их 5 свинья сделана как обычно но только у нее тут вместо роз двух розовых пластин стоит как коричневое седло и крепитель для сундука ну хорошая вообще свинья дальше идет вот такой вот столик с картой что сразу бросается в глаза так это карта карты не наклейка а такая вот деталь плоская дальше тут есть верстак на верстаке уже встречал и что-то что-то встречается так это котел вот котлов раньше у них него ну довольно оригинально сделано также тут есть зелье скорее всего исцеление ну и факел ну впрочем тоже ничего особенного здесь нет а вот дальше вот идет оружие вот тут вот прямо ухохох есть два арбалета но арбалета и так можно других наборах приобрести но арбалет как арбалета самая обыкновенная арбалета все двое одинаковых а дальше идет два серпа как одно оружие используется minecraft dungeons можно так носить хорошие так вот за за эксклюзивными оружиями этот набор скорее все нужно покупать молот сделан конечно прикольно но если бы он был бы чуть-чуть потолще вот именно в ширину то было бы выглядело реалистичный а так это как будто топор дальше идет 2 2 мачете я так понимаю ну тут ничего не скажешь просто красивые мачете но они именно что для мэйкрафта только потому что сделаны прям видно что из из пикселей дальше идет такая вот двуручная коса вот вот это вот оружие уже прямо таки мне нравится потому что вот вы посмотрите она конечно тоже выглядит как майнкрафтовская но его можно использовать там к примеру если снимаете что-то старинное про там не знаю про старинных жителей земледельцев которые пашут так вот урожай сабля сабля тоже довольно прикольная но мне кажется или она так точно такая же сабля есть наборе с пиратским кораблем тоже лего майнкрафт если нет то я что с чем-то путаю ну вот сабля вот именно сабли для майнкрафта тут добавить нечего а вот что а вот что это такое я не знаю и в майнкрафт данжес я чуть не помню такой штуки если по сути серая как все остальное оружие то это получается что-то по типу посоха наверно это какая-нибудь волшебная палочка или же это что-то другое если знаете напишите в комментариях что это такое набору майнкрафт битва за красную пыль я ставлю 5 из 5 блоков потому что тут встречается как очень такие приятные и важные детальки красных блоков да и вообще эксклюзивные персонажей оружия даже детальку карта деталь карта котел который ну котел вообще и самому можно сделать но а так вообще много приятного принес этот набор но с вами был луиджер подписывайтесь на мой канал ставьте лайки делитесь этим видео друзьями всем а